По словам энергетиков, к 2050 году больше половины всех автомобилей в стране будут заряжаться от розетки, а стоимость аккумуляторов упадет в пять раз. В этом мы впереди всех автозаводов на территории евразийской зоны. Страна переходит на зеленые стандарты. Акиматы субсидируют покупку возобновляемых источников энергии. Тарифы впервые за долгое время стали привлекательнее. У нас значительно снизились тарифы, где-то 20-25%. У нас электролинии нет, вообще только отсюда. 42 солнечные панели и ветряной генератор – единственный источник энергии на ферме, которая расположена в 20 километрах от ближайшего поселка. Гибридная станция работает на освещение и подачу воды из восьми скважин. Вот это вот, получается, два контроллера – верхняя, нижняя. Она сейчас работает на максимуме 54 вольта, полностью заряжена все. Это все батареи 12 вольт, конвектор выдает 220, все, 6 киловатт пошло. Все очень просто, доступно. По всему периметру установлены независимые столбы. Они работают бесперебойно. А еще три месяца назад ферма освещалась точечно и по часам. По такому принципу подавалась и вода. Мы внесли затраты 2 миллиона 300 тенге в год. Это на ГСМ. Помимо этого нам надо было ремонтировать, покупать новые. И всегда мы должны были иметь резервный, потому что в любое время суток мог остановиться, зимой в мороз топливо могло примерзнуть. В Западно-Казахстанской области солнечные генераторы закупили 103 фермерских хозяйства. 80% потраченной суммы вернуло государство. На сегодня сельчанам уже выплачен 281 миллион тенге по программе субсидирования инвестиционных вложений. Стоимость одного оборудования варьирует в зависимости от мощности, от потребления от 900 тысяч до 3 миллионов тенге. Данный оборудование полностью обеспечивает животноводческую точку, то есть для обеспечения воды полностью, насосы для подъема воды. Также холодильное оборудование, которое необходимо для хозяйства. За счет энергии солнца и ветра фермеры сократили расходы на электроэнергию в два раза. Альтернативные источники, несмотря на откровенно высокую стоимость оборудования, все же оптимальное решение для отдаленных поселков и регионов, где очень высокая потребность в электричестве. С учетом того, что часть расходов по приобретению таких установок покрывает государство. Сейчас в стране стоимость производства зеленой энергии в 4-5 раз выше традиционной. Например, если ту, что получают путем сжигания угля, можно купить по 7-8 тенге без учета транспортировки, то солнечная электроэнергия обойдется потребителю уже в 34, ветровая, 22 тенге за киловатт. От угля Казахстану отказаться трудно, какими бы ни были экологические последствия. Ведь уголь дешевый и его много. По его запасам страна входит в десятку стран-лидеров. Но все же эксперты видят огромный потенциал именно в альтернативных источниках, которые по мере окупаемости средств, затраченных на оборудование, будут производить все более и более дешевой киловатты. У нас в Казахстане 75% всей генерации происходит на угольных станциях. Мы все с вами из регионов Казахстана знаем, что это старые станции, которые от Советского Союза. Но тем не менее происходит тенденция по снижению затрат на производство солнечных панелей и ветряков в зеленой энергетике. В то же самое время, как я уже сказал, в традиционной энергетике такого тренда не наблюдается. Новые угольные станции дороже нам будут Казахстану, потому что их нужно строить с нуля и окупать инвестиции западных инвесторов. Инвесторы, к слову, с интересом наблюдают за тем, как в стране светит солнце и куда дует ветер. Первый аукцион по закупу энергии, полученной от возобновляемых источников, прошел в мае. 53 отечественные и зарубежные компании приобрели 19 проектов в разных регионах. Их общей мощности 195 мегаватт хватит на целый город. Второй такой аукцион состоится в октябре. Инвесторам предложат принять участие в строительстве солнечных, ветровых, биогазовых и гидроэлектростанций. Мощностью уже больше 700 мегаватт. Мы проект выставляем. То есть человек или компания, которая хочет построить там ветропарк, мы представляем все возможности. И даем гарантию, что 15 лет мы будем покупать у него энергию. Но самое для нас важное – это снижение тарифа. То есть по результатам первой сессии значительно снизились тарифы, где-то 20-25%. Пока же на возобновляемые источники приходится лишь 1% вырабатываемой в Казахстане электроэнергии. Показатель мизерный, особенно в сравнении с развитыми странами. Задача Минэнерго довести этот уровень до 3% в 2020 году, 30% в 2030 и до 50% в 2050 году. Планы могут помешать разве что опасения и нерешительность инвесторов, которые, как и рядовые казахстанцы, не в восторге от колебаний курса тенге. Первое, мы говорили всегда, это стабилизация законодательства. Если вы инвестор, вы хотите вложиться в какой-то бизнес, но там регулятивная среда меняется постоянно, естественно, вы не будете этого делать. То же самое для крупных инвесторов в Казахстане. Второе главное, это то, что тенге, родной тенге, он скачет, то вверх, к сожалению, реже вниз. Но понятно, из-за рубля, из-за нефти, из-за санкций. Тут формула простая. И пока вы как девелопер ходите, хотите реализовать свой проект, у вас никакой гарантии со стороны правительства ни от кого, от Национального банка даже нет. То есть вы эти риски принимаете на себя. Из-за чего? Из-за того, что все оборудование пока производится не в Казахстане. Зато перспективы зеленых технологий разглядели машиностроители. На заводе в Костанае запускают серийное производство электрокаров. Вот они, безвредные для экологии авто. На полную зарядку уходит всего 40 киловатт, а это в разы дешевле бензина. Осваиваем производство первых электромобилей, серийных, сертифицированных в Таможенном союзе, которые будут выпускаться серийно и которые можно будет продавать на всей территории Таможенного союза. В этом мы впереди всех автозаводов на территории Евразийской зоны. Тренд, который уже второй год существует в стране, следовать за зелеными технологиями – это необходимость, уверены эксперты. Казахстан потребляет примерно на 25-30% больше топлива для производства одной единицы энергии, чем более развитые страны. И здесь показателен пример Алматы. В холодное время года концентрация опасных частиц в воздухе в 2,5 раза превышает предельно допустимые нормы. Один из источников загрязнения воздуха, работающий на угли ТЭЦ. Потому развитие альтернативных источников энергии видится как решение многих проблем.